Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной и в студии Анны Литвиновой. Вот о чем я и мои коллеги расскажем вам сегодня. День двора на молодежной 19. В Заречном стартовал летний этап конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Чем больше участвует наших жителей в этом конкурсе, тем меньше остается в городе мест, которые остаются неблагоустроенными. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Зареченцы, устраивающие несанкционированную свалку в лесу, автоматически попадают на штраф. Деньги это немалые. Для физического лица это от 1000 до 2000, для юридического от 10 до 30 тысяч. Большая награда маленькой Соне. Семилетняя зареченская вокалистка стала обладательницей гран-при областного музыкального телерадиоконкурса «Край талантов». Я исполняла русскую народную песню «Умывает красное солнышко». Кто первым исполнял эту песню, это Людмила Зыкина, это мой кумир. И в начале о главном общественно-политическом событии дня. Президент Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы россиян. В этом году принимать вопросы начали с 4 июня. Задавать их можно было по телефону с помощью СМС и ММС, а также через специальный сайт и мобильные приложения. Обращения принимались и от пользователей социальных сетей. На этот раз уже двух – ВКонтакте и Одноклассники. Всего на прямую линию с президентом поступило около двух миллионов вопросов. 15-я прямая линия главы государства продолжалась почти 4 часа. Экономика и финансы, социальная политика, здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, малый и средний бизнес, борьба с коррупцией, внутренняя и внешняя политика. Таковы основные темы прямой линии с президентом. Всего за время эфира Владимир Путин ответил на 68 обращений россиян. 14 июня в Заречном состоялся первый в этом году праздник двора в рамках конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» 2017. Открыли праздничный сезон одни из самых активных горожан – жители дома 19 по проезду молодежному. Они ежегодно принимают участие в конкурсе и несколько лет подряд завоевывают звание победителя. На первом в этом году Дне двора побывала Наталья Елистратова. Жители дома номер 19 по проезду молодежному первые в этом году отпраздновали День двора. Веселье здесь продолжалось более двух часов. Почему именно в этом дворе? Потому что этот многокардирный дом – абсолютный победитель уже на протяжении четырех лет конкурса «Мой дом, мой двор» в номинации «Лучший цветник». Конечно, они победители и зимнего конкурса, но мы сейчас как бы проводим летний конкурс. Праздники двора будут приходить в каждую среду, то есть они будут практически проходить в каждом микрорайоне. На праздники двора было много гостей. Жители со всей окрестности приходили на звуки музыки. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в играх и викторинах. Дом номер 19 по проезду молодежному – постоянный участник городского конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Жители самостоятельно занимаются благоустройством внутриквартальной территории, причем делают это дружно и с душой. Труда очень много. Мы, знаете, как стараемся. Каждый год, между прочим, у нас клумб всегда новый. Что-то одно заменяем, другое – это самое. Уже, знаете, как болезнь заразилась. Один год только участвовали, а уже в этом году как-то уже хочется лучше, лучше. В этот двор постоянно наведываются гости. Благожелательные жители всегда с удовольствием проводят экскурсии по своему цветнику. Дети, как правило, подолгу задерживаются возле маленького водоема с живыми рыбками. Взрослые разглядывают растения. На молодежном 19 с ранней весны до поздней осени цветут цветы. Делать все общее дело, облагораживать свою территорию, свою среду, где они живут – это как раз воспитание подрастающего поколения. Ну и у самих хорошее настроение, когда вокруг цветы все цветет. Люди, которые живут в этом городе, себя просто будут чувствовать уютно, будут чувствовать по-домашнему, будут радостно жить в этом городе и счастливы. Конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор» проводится в Заречном уже в восьмой раз. И с каждым годом он привлекает все больше горожан. Чем больше участвует наших жителей в этом конкурсе, тем меньше остаются в городе мест, которые остаются неблагоустроенными. Поэтому, когда жители своими руками стараются что-то сделать у себя во дворе, у себя в городе, это очень хорошо. Потому что это стимулирует жителей на то, чтобы город становился все краше и краше. Когда они видят то, что сделано своими руками, они по-другому к этому начинают относиться. Самые активные жители проезда молодежного 19 на празднике были отмечены почетными знаками гражданин страны Росатом. Награждены дипломами и благодарственными письмами руководства Заречного и градообразующего предприятия. Завершился день двора общим чаепитием. В неофициальной обстановке за большим круглым столом горожане обсудили с чиновниками волнующие их вопросы. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские дороги продолжают преображаться. Новым покрытием уже могут похвастаться улицы Ленина и Конституции СССР. Совсем скоро асфальт заменят и на улице Литки. Рабочие уже приступили к снятию старого полотна. О ремонте дорог Елена Степкина. Начался ремонт дороги в 132-м квартале. Новое асфальтовое покрытие вскоре появится на улицах Литки и Коммунальной. Специалисты подрядной организации уже приступили к снятию старого полотна. Планируется, что работы здесь будут завершены в течение двух недель. Мы планируем, что к концу месяца мы выполним асфальтирование в объемах 18 тысяч квадратных метров. Также мы на этих участках автомобильных дорог будем выполнять разметку пластиковую. Мы думаем, что к концу июня у нас общий объем выполнения запланирован на 2017 год составит около 80% от общего объема. Капитальный ремонт проезжих частей проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость всех запланированных работ в Заречном составила около 56 миллионов рублей. Из федерального бюджета выделена половина необходимой суммы. 25% средств предоставила Пензенская область, еще 25% – муниципалитет. Дорожные сети на улицах Литки и Коммунальной – это третий большой участок проезжих частей города, где в этом году проводится капитальный ремонт. Новые дорожные покрытия уже постелили на улицах Ленина и Конституции СССР. Сейчас уже все отремонтировали, которые и ремонтируют. 20 дорог, смотрю, ремонтируют. Сейчас все устраивает по качеству. Пока у нас нормально все. По сравнению с другими регионами, которые я знаю, у нас все замечательно. Есть, конечно, какие-то отдельные недостатки, но так, в принципе, всем довольны. Хорошо, слава богу. Ну, вроде как ничего. Было-то жуть одна, а сейчас вроде ничего, нормально. Можно ездить. После завершения работ в 132-м квартале дорожникам предстоит привести в порядок асфальт еще на трех участках. Но они уже не такие протяженные. Запланирован ремонт проезжих частей на улицах Светлой, Западной и проспекте 30-летия Победы. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Дети, отдыхающие в летнем лагере на базе 222-й школы, лучше всех знают правила безопасного поведения. Это показала игра-путешествие, организованная в рамках городского творческого конкурса «Безопасность.ру». Безопасный квест напомнил школьникам, как себя нужно вести в различных жизненных ситуациях, чтобы сохранить свое здоровье и не навредить окружающим. Подробности в материале Натальи Елистратовой. Юные зареченцы, отдыхающие в летних школьных лагерях, приняли участие в первом городском фестивале детского творчества «Безопасность.ру». Для ребят была организована игра-путешествие, на каждом этапе которой они должны были продемонстрировать свои знания правил безопасного поведения в различных ситуациях. Нам помогают провести вот этот квест сотрудники сил быстрого реагирования, управления гражданской защитой, межмуниципального отдела Министерства внутренних дел по городу Заречному и сотрудники специального управления Федеральной противопожарной службы 22 МЧС России. Ну и, конечно, сотрудники нашего учреждения. У ребят на прохождение каждого этапа небольшое количество времени – это 6 минут. Далее звучит сигнал и ребята перемещаются далее. В «Безопасном квесте» было 8 станций, на каждой из них свои задания. За прохождение каждого этапа команда могла заработать максимум 10 баллов. У нас на станции пожарной безопасности ребятам предстоит отгадать чудесный кроссворд по правилам пожарной безопасности, где они могут уже непосредственно показать свои знания в этой области и, конечно же, заработать максимальное количество баллов. Третье место в «Безопасном квесте» заняли ребята из городских летних лагерей при 220-й, 216-й школах и городского санатория-профилактория. Второе – за ребятами из 218-й, 221-й, 225-й и лицей номер 230. Победителями игры «Путешествия» стали дети, отдыхающие в школе номер 222. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Безопасный квест – одно из множества профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками служб экстренного реагирования. В теории дети знают правила безопасности, но на практике почему-то отказываются их соблюдать. Об этом свидетельствует видео, попавшее в телерадиокомпанию «Заречный». Увидеть его и разобраться в ситуации мы сможем после основного новостного блока совместно с начальником отделения ГИБДД по городу Заречному Максимом Батиновским. А пока о других городских событиях. Кто устраивает свалки в лесу? Этот вопрос давно остается без ответа. Теперь нарушителей будет поймать гораздо легче. В лесных массивах Заречного установлены камеры фото- и видеонаблюдения. Свою полезность цифровые ловушки уже успели доказать. О зарегистрированных случаях нарушения экологической безопасности узнаем из следующего сюжета. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. В Зареченском лесу установлены системы фото- и видеонаблюдения. Цифровые ловушки следят за порядком в лесном массиве всего полмесяца. Но за это время уже успели зафиксировать несколько случаев вырубки зеленых насаждений и выброса мусора. В городе установлено множество контейнерных площадок, однако люди продолжают устраивать свалки в лесу. Оставляют здесь не только мелкий мусор, но и целенаправленно вывозят старую мебель и строительный хлам. Специалисты управления природными ресурсами надеются, что с появлением камер мусорить станут меньше. Ведь не каждому захочется стать героем телесюжета или объектом полицейского расследования. А теперь нарушителей ожидает именно такой исход. Все зафиксированные на пленку случаи будут направлены в полицию. Природовредители привлечены к административной ответственности. Деньги это немалые. Для физического лица это от 1000 до 2000, для юридического от 10 до 30 тысяч. Поэтому хотелось бы попросить, убедительно попросить жителей нашего города больше не выбрасывать мусор в лесные массивы, потому что это грозит правонарушением. Чтобы сохранить лес и город в чистоте, весь крупногабаритный и строительный мусор необходимо вывозить на свалку или заключить договор со специализированной организацией, которая сделает это за вас. Лес – не место для старых диванов, досок и набитых мусором мешков. Анна Литвинова, Сергей Чистикин, телерадиокомпания «Заречный». Жилищные сертификаты получили еще три зареченские семьи. Всего реализовать мечту переехать в просторную квартиру смогут 26 молодых семей. Возможность улучшить жилищные условия зареченцам дает социальная выплата, которая позволит им уже в этом году заключить договор купли-продажи. Обо всем подробнее Елена Степкина. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты стало для семьи Шевченко приятным сюрпризом. Три года назад Петр и Ольга собрали документы, необходимые для участия в подпрограмме обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище». Социальную выплату ждали, но что уже в этом году станут собственниками нового просторного жилья, не рассчитывали. У нас такая ситуация была, мне не ясно было, но в конце, и получается, что мы нас добрали. Мы не проходили, чуть-чуть не попали. В этом году нас добрали. Нас добрали. Ну как такое, ну, с премилированием рассказать. Вообще отлично. Мне же я не поверила. Очень рада. Я не поверила. В этом году улучшить жилищные условия смогут 26 молодых семей. Две семьи сейчас ждут окончания проверки документов, подтверждающих нуждаемость в большей жилплощади и платежеспособность. 21 семье документы вручили в начале июня, и 14-го их получили еще три участника подпрограммы. Поддержкой вас мы надеемся, что мы поддерживаем семью, и в такой семье родятся еще дети. То есть город Заречен будет еще моложе, и в вас мы видим развитие города. Поэтому всегда готовы поддерживать молодые семьи в любых начинаниях. Финансируется подпрограмма обеспечения жильем молодых семей из трех источников – федерального, регионального и местного бюджетов. Сумма каждой семьи рассчитывается индивидуально, в зависимости от состава семьи. Минимальная сумма на состав семьи два человека – мама, папа – это 300 с небольшим. Мама и ребенок, если не полная, либо папа и ребенок, то такие ситуации тоже бывают – 420 с небольшим. И, соответственно, если семья полная, папа, мама и ребенок – 545 тоже с копеечками. Если состав семьи четыре человека, то 727 тоже с копейками. Использовать свидетельство молодым семьям необходимо в течение семи месяцев. Участники программы должны подобрать жилье, в котором на каждого члена семьи будет не менее 12 квадратных метров общей площади. Первая семья договор купли-продажи подходящей квартиры уже заключила. Ровно неделя остается до премьеры в Театре юного зрителя. 22 июня зареченские актеры представят публике спектакль по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева «Рядовые». Это рассказ о последних днях войны и о судьбах ее рядовых участников – обычных мужчин и женщин. Средства на постановку выделены в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» – Театры малых городов. В преддверии премьеры ТЮС пригласил всех горожан принять участие в акции «Рядовые» и принести в Театр фотографии своих родных – участников Великой Отечественной. Эти портреты будут использованы в оформлении фойе. В создании экспозиции приняли участие и сами актеры. Рассказывает Светлана Теплухина. В руках актрисы Театра юного зрителя Валентины Ильюхиной маленькая, потрескавшаяся от времени фотография. С пожелтевшего листка смотрят на нас молодые красноармейцы. Один из них – дедушка Валентина Николаевна. На обороте дата – 8 сентября 1941 года. Я поехала к родственникам, я нашла фотографию моего деда, вот я могу ее показать, это 1941 год, то есть два месяца прошло от войны. И переворачиваю ее вот так и читаю на обороте, этой вот переворочкой написано, его почерк, эти буковки, как он обращается к жене. Посылаю фотокарточку своей супружнице Наталье Никитовне и сынкам Николаю Ивановичу и Александру Ивановичу. Высылаю ваш отец Иван Гаврилович. Потребность узнать как можно больше о судьбе деда, рассказывает Валентина Николаевна, появилась в процессе работы над ролью в спектакле «Рядовые». Новая постановка Зареченского тюза о судьбах обычных мужчин и женщин, тех, кто воевал и кто оставался в тылу. У тебя дома кто-то остался? Жена, мать, дети. И все живы? Слава Богу. Который нашими руками, нашей кровью, перехолом нашим не пустил зверя в твой дом. Репетиции на сцене, как вершина айсберга. Актеры, занятые в постановке, признаются, спектакль не отпускает и после работы. История, рассказанная белорусским драматургом Алексеем Дударевым, заставила каждого искать новых знаний о том, каким было то время, и те люди, завоевавшие победу. Стало интересно истории своей семьи, деда. Я нашла его наградной лист на сайте «Подвиг народа». Я прородала два дня. Я вдруг все это задала. Я нашла его фамилию. И мне выскакивает от руки написанный лист. За что? Когда? Чем он отличается? Это, конечно, вот такой момент, он очень трогательный, очень такой вот, наверное, очень нежный. И ты его вот стараешься держать. Эти поиски и находки очень помогают в работе над образом, признается Валентина Николаевна. Ближе и понятнее становятся характеры тех, кто уже более 70 лет назад воевали, работали и мечтали о мирной жизни. Рядовые войны есть почти в каждой семье. Рассказать историю своих близких может любой зареченец. Приносите в тюз фотографии родных, участников войны, тружеников тыла, узников концлагерей. И в день премьеры, 22 июня, портреты рядовых войны будут встречать зрителей в фойе театра. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Семилетняя зареченка София Борзова стала обладательницей гран-при регионального музыкального телерадиоконкурса «Край талантов-2017». В творческом состязании приняли участие более 100 юных вокалистов из разных уголков Пензенской области. И только 15 из них стали финалистами. Самая маленькая участница конкурса София Борзова была признана лучшей исполнительницей и получила главный приз – 100 тысяч рублей. О своем пути к победе Соня рассказала нашей съемочной группе. Выступление на большой сцене, телеэфиры, съемки и любовь зрителей. В свои 7 лет юная зареченка София Борзова добилась того, чем не могут похвастаться и некоторые взрослые артисты. Победа в областном музыкальном телерадиоконкурсе «Край талантов» – новое достижение вокалистки детской школы искусств. Я исполняла русскую народную песню «Умывает красное солнышко». Ну, кто первым исполнял эту песню – это Людмила Зыкина, это мой кумир. Мы очень много прослушали песен у Людмилы Зыкиной, и она тоже поет русские народные песни. Любовь к народной музыке у Софии Борзовой появилась с раннего детства. Маленькая Соня еще толком не умела разговаривать, но уже тогда примеряла на себя роль вокалистки. На папыку едет, молодая моя, красиво не дали, лентит яко-яко. Талант дочери первым заметил отец. Именно благодаря ему София узнала, что такое народная песня. Я просто слушал русские народные песни сам дома, и она сидела, так играла, ей еще не было двух лет, и она такая запела песенку, конечно, по-детски так интересно, но мне понравилось то, что она поет. И я сразу решил, принял решение привезти сюда, в это отделение. После нескольких лет работы с профессиональными педагогами, знакомой из детства песню София поет совсем по-другому. Сонечка к нам пришла совсем маленькой, ей было 4 годика. В 5 лет она была заявлена на конкурс «Свет души», который проходил в городе Заречном. И заняла она у нас приз открытия. Это была первая победа маленькой Сони. А теперь она победитель самого масштабного областного вокального конкурса «Край талантов». Диплом, гран-при и главный приз в размере 100 тысяч рублей зареченская вокалистка получила из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Впереди небольшая реклама, после которой мы вернемся в студию и встретимся с гостем. Сегодня им станет начальник отделения ГИБДД по городу Заречному Максим Батиновский. Оставайтесь на канале «Заречный». У тебя скоро школьный выпускной? Приходи 23 июня на площадь ТЮЗа и участвуй в ежегодном конкурсе ТРК «Заречный» выпускники. Призы и подарки от спонсоров уже ждут победителей. Кто знает, может это будешь ты? Подробные условия конкурса в эфире телеканала «Заречный» и на портале городзе.инфо. Возрастное ограничение 0+. Натуральные шпанированные двери от компании «Ремстрой» со скидкой 32%. Телефон 23 12 23. С компанией «Ремстрой». Ты живешь в прекрасном городе. А знаешь ли ты, кто стоял у его истоков и кто его создавал? Благодаря кому ты гордишься своим городом? Впиши страницу в «Историю Заречного». Прими участие в конкурсе «Слава Созидателям». Все подробности на сайте slavadefisosidatelem.ru Выпускники 2017 Спонсоры проекта Строительный холдинг «Сермодом» Ювелирный магазин «Жемчуг» Аптово-розничная сеть «Хит сезона» Салон нижнего белья «Соблазн» Фитнес-клуб «Спортзона» Салон красоты «Бархат» Генеральный спонсор проекта Магазин «Наша дача» Медиклиник Современная многопрофильная клиника Инновационные медицинские технологии Врачи более 40 специальностей Медиклиник Путь к здоровью всей семьи Превратите труд в удовольствие Вместе с магазином «Наша дача» Огромный выбор семян Грунтов, удобрений Средств защиты растений от болезней и вредителей Укрывной материал и садовый инвентарь Приходите в магазин «Наша дача» По адресу Заречный, улица Комсомольская, 12, дробь 2 Бывшее отделение Сбербанка Телефон 25 67 97 Выпускники 2017 Спонсоры проекта Компания «Арбеково Мотор» Салон красоты «Просто» Магазин электроники и техники «Прайм» Отдел «Чайные традиции» Салон мужской одежды «Кэжуал» Генеральный спонсор проекта Магазин «Наша дача» Смотрите на нашем канале Главные события атомной отрасли Что происходит и почему происходит Стратегия «Росатома» и оперативные репортажи Программа «Страна Росатома» Роскомнадзор предупреждает Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи Договор с оператором связи Ваша защита и безопасность Роскомнадзор предупреждает Мы возвращаемся к выпуску новостей У нас в гостях начальник отделения ГИБДД по городу Заречному Максим Батиновский Здравствуйте, Максим Валерьевич Здравствуйте Беседу с вами хотелось бы начать с просмотра одного видео Которое показалось нам интересным Давайте вместе посмотрим И вы нам прокомментируете данную ситуацию Давайте Идиоты Ну, как видно из сюжета То, что дети подросткового возраста Очень, скажем так, безобразно ведут себе на проезжей части Так, создают очень реальную угрозу для себя И также для других участников дорожного движения Как видно из записи То, что дети стараются одни перебежать Через, скажем так, через проезжую часть перед транспортными средствами А одному удается перебежать Хотя остальные стоят и ждут Ну, это я хочу сказать То есть, это как озорство То, что хоть постоянно проводятся беседы Как в школьных, в школах, так и в детских лагерях Как с родителями проводились беседы по поводу контроля за своими детьми Которые, скажем так, в это время свободны от школы То есть, нигде не занимаются, не учатся И, скажем так, бесцельно находятся на проезжей части Как на улице, так и вблизи проезжей части Соответственно, это, скажем так, ответственность помимо нас В большей степени лежит на родителей Надо постоянно проводить беседы с детьми И чтобы родители держали на контроле их поведение Как на проезжей части, так и вблизи нее Ну, как можно прокомментировать такое поведение? Что может вызвать такое поведение детей? Понятное дело, что проводится много бесед Как вот, на ваш взгляд, просто хотят в кругу в своем выглядеть крутыми дети? Или как? Да я могу сказать, что это простое озорство Ну, возможно, где-то есть такое То, что я вот, скажем так, смогу так сделать А другие не смогут Может быть Но это озорство Просто детское озорство, которое они еще не понимают К чему может это все привести И, конечно, обидно, то, что родители не могут вовремя донести И, скажем так, обычно все мы доводим, все мы беседуем Как и организация, и дошкольные организации Образовательные учреждения Всегда доводим информацию Но вот не совсем Конечно, без помощи родителей нам тяжело будет Скажем так, обеспечить безопасность детей на правильной части В любом случае нужно помнить всем и родителям и детям Что такое баловство может закончиться Трагически Трагически, да Пока проводится проверка Но большинство участвует пожилых велосипедистов Участник возраста такой Чем это... Ну, скорее всего, люди пожилого возраста Забывают правила дорожного движения Как себя вести правильно на дорогах То же самое и отсутствует уже не та реакция Как у молодых велосипедистов Но я так считаю, что мы должны максимум внимания обращать Именно на этот контингент Когда мы управляем транспортными средствами И передвигаемся на правильной части И видим то, что или мы собираемся обогнать этого велосипедиста Или уже к нам приближается этот велосипедист То есть максимум внимания к такой категории пожилых людей Надо относиться с уважением, конечно И обеспечивать и свою, и их безопасность Даже, как мы видим, дело бывает не всегда в знаниях И правилах дорожного движения Но и в состоянии здоровья Да, бывает В состоянии здоровья уже им тяжело, скажем так Ездить, управлять, скажем, велосипедом Но все равно, как пожилые люди есть Они ездят и на дачи, и в магазины, и так далее Ну, я к ним хочу обратиться Максимум внимания хочу, чтобы они выделяли этому При передвижении на правильных частей И другим участникам движения тоже Соответственно, да Скажите, пожалуйста, Максим Валерьевич Какая в городе проводится работа В частности, вами, да? По предупреждению дорожно-транспортных происшествий По профилактике, в частности, работа с детьми Как раз с пенсионерами Ну, скажем так, мы проанализировали ситуацию Значит, с детьми мы еще дополнительно проводим В дошкольных лагерях Очень много проводим бесед Разные формы занятий проводим Ну, а с пожилыми людьми Мы также их останавливаем на улице Значит, и проводим беседы Но эта категория, конечно, уже сложившаяся И тяжело с такой категорией, скажем так Переубедить некоторых людей А что касается регулирования скоростного режима? Ну, значит, вопрос, конечно, такой существенный Значит, в данное время прорабатывается вопрос По установке на территории города Заречного Специальных, скажем, средств фиксации Фотофиксация С пензой Вот, скорее всего, в ближайшее время Будут установлены данные приборы Ну, и, так думаю, повлияют на скоростной режим Заречного, особенно в вечернее время Когда уже транспортных средств нет И некоторые молодые люди, и немолодые Любят немножко прибавить скорости Но все-таки принятие решения связано именно вот с этим, да? Наверное, часто встречаются случаи превышения скорости Или у нас не так часто это происходит? Не часто бывает, потому что снижение скорости по городу до 40 И, соответственно, дорожные транспортные происшествия, которые происходят Они минимизированы повреждения на переносе людям Соответственно, это все зависит от скоростного режима Так что, я думаю, со скоростью мы и разберемся, что делать Ну, помимо установки специального оборудования Есть ли еще какие-то мероприятия проводить? Да, и как есть в рамках областных мероприятий Так и проводим инициативные мероприятия По предупреждению административных правонарушений Связанных грубых нарушений Связанных, скажем так, нетрезвый водитель По мото проводим, по тонировке проводим Также переменем безопасности проводим мероприятия То есть массовые проверки проводим Ну, что дают свои результаты Стараемся Стараемся охватить как можно больше областей Да, стараемся снизить Ну, а так вообще по статистике Вот если брать период 2017 года Как у нас обстоят дела на дорогах? Достаточно предварительно В сравнении с предыдущими годами? Да Потому что, ну, каждый год не бывает то, что было Или снижение Не может такого быть Просто так же прибавляется и транспорт Прибавляется водитель Будем стараться выравнивать положение Ну, с вашей помощью И с помощью общественных организаций Спасибо вам большое за беседу Всего доброго У меня на этом все Хороших вам новостей И до встречи на канале Заречный Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...